МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализация державных программ по переодолеванию наступства Чарнобыльской катастрофы дозволила активизовать работу широкого предприемства. Выдаткованные инвестиции накировали на модернизацию вытворчасти и повышение конкурентоздольности продукции. Олег Сентяров наведал родовище будавнишого камяню с поэтажной назвой «Саугасная Нива». Его распроцовкой сегодня занимается шебневый завод «Глушкевич». Ученые кажут, что родовище будавнишого камяню на территории Лельцеского района – это протяг знакомитых карпатских гор. Их формирование началось еще каля 450 миллионов годов тому. Сегодня разведанные запасы к этой сыровине складаются не меньше 110 миллионов тонн. Причем за 40 годов, покой вядец, а я ест добыча, выпрацована у всех около 10% объема. Минавитостольги часто тут працуешь, шебневый завод «Глушкевич». Для повышения эффективности его работы в рамках державной чарнобырской программы три года тому на модернизацию в творчестве накеровали больше 30 миллиардов рублей. Это позволило вывести из эксплуатации сношенное обсталевание и снизить себе кошт продукции. Подприятие немного сдвинуло с места. Это была закуплена дробилка конусная КМД 1750, что позволило впускать мелкие фракции и улучшить производительность. Были приобретены 10 автопоездов, которые вывозят продукцию, в основном на станцию «Житкович» для дорожки по железной дороге. После модернизации, могутности в творчестве взросли до 1 миллиона кубометров кмени угод. Гэтых объему повинно было хопить, как задоволить усе потребы дорожно-будовничьей галины. Правда, поколь надеи на беспирапинную работу с полной загрузкой могутностью не оправдаются, дорожники темпы работ снизили. Але укладенные у модернизацию державной сродки усе ж таки мают усе шансы окупиться. Великие надеи на заводе связываются с новыми российскими контрактами. Коли усе отримается, что месячна у этой Украины будет загружаться коля 75 тысяч кубометров шебню, причем россияне готовы працовать по передоплате. С приходом российского капитала в Ульгинском районе связываются так само надеи на будовництво еще одного шебневого завода. Правда, поколи гэтый проект откладенный на пыльный термин. Российские партнеры кажут обжидание повелечить заявленные объемы перепрацовки, але для гэтого необходно знайти додатковые сродки. А прочатого до 800 тысяч тонн что год. Тут планую сдобывать Солигорский институт проблем ресурсов с биражением. Отповедный проект подписан на сегодняшнем гомельском экономичном форуме. Так званые по-чернобыльской районе сегодня не только кажут обжидание, але и демонстрируют практичное намагание полепшись добровольного населенияства про максимальное выкористание мясового потенциалу. Природный потенциал, который на благо состояния нашего района наших граждан будет работать. Поэтому перспективы еще строительства и одного, и двух, может быть, и трехщебеночных заводов это реально, это обоснованно, это объективно. Олег Сентяров, Яген Накеенко, телерадиоакомпания Гомель, Леческий район. Теме развития районов, яке потерпели у вынику авары на Шарнобыльской АЭС, будет присвящена черговая программа «Деялог» телерадиоакомпании Гомель. Она выйдет в эфир сегодня у 19.01.20 хвили на телеканале «Беларусь-3». Гость из студии станет наместник начальника управления по проблемах ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС подчас эфиры будет працовать телефон прямой линии. По ведомец обхвалюющих проблемах выказать конструктивные пропановы можно по номере 77 68 45. Молодые податковые инспекторы Гомельской области знову подтвердили свой высокий профессийный узровень. Шетырех представников региона на республиканском конкурсе профессийного майстерства трое стали переможцами и призерами. На працовных местах зими сострелись наши корреспонденты. Самая высокая ознагорода на этот раз у Вольги Пинчук з инспекции по податках и сборах по чагунышным районе Гомеля. Диплом першой ступени у номинации «Лепший державный податковый инспектор по работе с физичными особами». Каже, что гэтту работу выбрала свядома после заканчения юридичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны. Правда, ка б трапить на працу у инспекцию, молодому специалисту пришлось опрасти достатково жорсткий отбор. Зараз девчина отрымливая другую высшайшую адукацию, на гэтту раз экономичную. Але навод с такой подрыхтокой пермахчы на конкурсе оказался непросто. Конкуренция значная, а задания складанная. Конечно, тяжело было занять, справиться со своим волнением, вспомнить все, что ты знаешь, ответить, найти заковырки все во всех вопросах и все правильно решить и ответить. Конкурсантам пришлось опрасти два этапы. Опрача теоретичной письмовой частки я шеи конкурсный тур. Тут имя лоха в сабе свои працы и демонстрация практичных навыков. Юлия Буракова с Ажлобинского района и Дарья Бородзина с Айвецкого района Гомеля гэттае выпробованье пройшли. Але до першого месца не хапила зусім няшмат. Махчыма сказалася хвалявання. Хоть звання призёров так само гоноровое. Урешті гэттае еще и свечення наявності у коллективах корпоративной єдності. Только у гэтым выпадку можно стать соправдным профессионалом. Мы справляемся, потому, что у нас коллектив тут. Мы работаем вся сообща. То есть у нас есть и консультационный отдел, где мы можем посоветоваться, что-то уточнить, спросить. Поэтому вопросов, в принципе, не возникает. Всю летній перемоги податковых инспекторов з Гомельской області на республіканскім конкурсі профессійного майстерства не перше. Расставники регіона кожный год займають празовые месы. І обовязково привозять хоч адзін диплом першій ступені. Мясцовая кераўніства работнікаў, чы профессионалізм признаны на такім узроўні, імкнецца захвачваць. На праканце місяца Вольгу Пінчук, Дарью Бардзіну і Юлю Буракову будуть ушановуаць пачас проведзення областной колегії податковых инспекций. А праша таго у їх з'явіўся реальны шанс профессійного росту. Во вселяким разе раней такіе приклады выключэнням не з'являліся. Андрей Ганчароў звані перамушцы на республіканскіх спаборніствах отрымаў ў 2012-м. Пасля чаго ў ў ёго профессійной кар'єры адбыліся значные змены. Кагда я участвувал в конкурсе, я участвувал в должности старшого государственного налогового инспектора. После победы в конкурсе я был назначен на должность главного государственного налогового инспектора. И сечас я работаю в должности заместителя начальника отдела. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадио компания Гомель. Назначен новый начальник управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской області. Им став полковник юстиции Иван Сыса. С 1993-го года пасля заканчення Украинской юридичной академии он працавал у органах прокуратуры. З липня 2013-го года проходять службу в Держкомитете судовых экспертиз. На Гомельшині означається невеликий уздым колькості звернувшихся у поликлиніки у сувізі з вірусными захворюваннями у дятей. Як означають медики, ситуація з'являється звичайной для гэтага перриеду года і обумовленна зниженням температуры поветра. Установа хого здоров'я працюєть у штатным режимі. Медики характеризують ситуацію як стабільну. Випадков захворювання на грипп вся рот дітей не зафиксовано. Самым действенным методом профилактики з'являється вакцинація. Всю віру для дитячих поликлиник областного центра Гомельського района закуплено амаль 50 тисяч доз вакцины. Вакцина для дітей бесплатна. В городе Гомель и Гомельському району проживає порядка 97 тисяч детского населения. Бесплатна вакцина закуплена из-за расчета иммунизации где-то 40-50 процентов детей. Ежегодно только вакцина профилактика позволяет нам снизить количество тяжелых токсических форм гриппа и снизить общую заболеваемость порядка где-то на треть. Даречи, пришепку от гриппу на Гомельщине уже зробил кожный четвертый жихар. Селета для иммунизации використовують препараты айчинной и российской вытворжести, а так само вакцины с Франции и Голланды. Усе пройшли обовязково контроль якости. Зробить пришепку на платной основе можно у любой поликлинице по месту жихарства. Кажетую вакцина от 4 до 12 рублев. Процедура бесплатная для тех, кто выходит у группы Рызыки. Городский поселок Октябрьск в Гомельской области признанный лучшим поселком городского типа в Беларуси. Выники конкурса «Город культуры» в год культуры подвели у Гленовы министерства. Так само переможными в своих номинациях стали Могилеу, Новополоцк и Лида. Эти городы унесли наибольший уклад в развитие сферы культуры и туризма нашей краины. При возначении лепших журы уличвало интересные проекты, которые реализуются в городах, фестивали, разностаенность экскурсийных маршрутов. Когда музыка может вырабатывать жизнь, белорусские артисты дадут у Гомеля доброченный концерт. Отременные гроши пойдут на лечение трехгодовой Киры Коруленко. Четыре месяца тому урачи девчонцы с Будокошалева поставили диагноз нейробластома. Хвороба уже на четвертой стаде. Необходная операция и иммунотерапия. Одна из израильских клиник готова принять маленькую пациентку. Одна кошт лечения 250 тысяч долларов. На даденый момент собрана только четвертая частка этой суммы. Поудельничать в лесу детяте можете и вы. Концерт отбудется 9-го листопада в областном громадско-культурном центре. Его проведение стало махчимым благодаря активистам волонтерского руха БРСМ Доброе сердце. Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры Белецкий а также в кассах ГЦК. Билет стоит 7 рублей. Примут участие звезды белорусской эстрады, заслуженный ансамбль песняры, группы цвет алоэ, провокация, а также заслуженные певицы Мэла, Ольга Колесникова, Надежда Мясякова. До помощи Киры можно уже сегодня. Даденая обрахунка, на яким можно охверовать гроши, зараз позначены на ваших телеэкранах. А кроме того, можно перелешить сродки по полнейшей рахунок мобильного телефона 8 0 33 902 22 66. Просочить, як менялся город Гомель на протягу 100 год, можно по фотографиях. В ГДУ имя Франциска Скарын открылась выстава «Гомель 1917-2017». Экспозиция презентована у рамках свято-покровских адукаційных читаннёв. Выстава организована сумесно отделом религийной адукации и катехизации Гомельской епархии, редакцией часописа «Срятение» и фотоклуба «Святло души». Основную задачу створальники бачить у тым, как с допомогой мастацкой фотографии обуджать у людских душах почуте прихожага наповнять сердце святлом добра и духовной прихожості. На фотосдымках можно просашить, як менялась обличча города над Сожем с тягом часу. Параунать, як выглядали ягод эти иншые архитектурные объекты у межах 20, 40 и навод 100 годов. Юные борцы из Беларуси, России и Украины приняли у делу 26-м международным турниры по самбо нового года 2016. Усягодна споборництва прихла больше 150 спортсменов 2003-го 2064-го годов на Раджене. А кроме баталии на диванах, турнир заполнився и важной подеей для усяго беларуского спорту под рабязностью Максима Савина. Выхованец Дюшар Гомельского района урадженец новой гуты майстер спорту международного класса по самбо Яуген Семачкин завершил карьеру. Ушановали спортсмена подчас церемония открытия с поборництвом. У першиню Яуген вышел на борцовский диван у шесть годов. Такие люди, такие спортсмены рождаются нечасто и воспитывать таких ребят находить их крайне сложно. Не бывает так, чтобы просто из рядовых человек без воли, без характера проявил себя на больших спортивных аренах. Поэтому характер действительно, закалка характера и команда, которой он воспитывался спортивно, именно вот ребята, плеяда, они все бойцы. Карьера Яугена Семачкина как спортсмена протягивалась омаль тридесятки годов. Он оборонял гонор Беларуси на самых престижных стартах. На запашенном опытом Семачкин готовы делиться с молодым поколением, не выключая подшатку тренерской карьеры. По кольже протягивая службу в родах Министерства по надзвучайных ситуациях. У коллекции спортсмена медали разных вартостей, завоеванные не все смог достичь, чего хотел. Всегда к этому стремился, но так как получается спорт. Где-то мы выиграем, где-то проиграем. В недавних годах предприемство Гомель-Шпалеров взяло свое особливое шефство над детяшим самбо в Гомельском районе. В основе этого года отбылся первый международный турнир организации, якого примало промоудел это предприемство. Новый год 2016 так само проводился на призах Гомель-Шпалеров. Мое мнение такое, что надо выбрать что-то одно и делать это идеально. Поэтому мы все-таки будем уделять внимание детскому спорту, именно развитию детского спорта, именно самбо. В наших планах есть проведение очередных соревнований. Это уже будет весной, это будет следующий год. Мы будем к ним готовиться совместно с Федерацией самбо. И постараемся его провести тоже на высоком уровне, чтобы наши дети остались довольны. Усягона турнир приехало больше 150 спортсменов. Кроме Гомеля и Гомельского района Беларусь представляли Минск и Бобруйск, Украину, Чернигов, Россию, Москва, Клинцы и Новозыпков. Страсти на диванах кипели не жартовные. Для многих спортсменов этот старт был дебютным. А проигрывать у первой же турнирной схватки не хочется. Так что перемоги доставались с тяжкостью, все узнагороды были заслуженными. Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадио компания Гомель. Это все новины на этот час. За развитие подействия выясните по наших наступных выпусках. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи эфиры.